Непорядок. Давай-ка забудем об этом. Непорядок. Давай-ка забудем об этом. Продолжение следует. В Астраханской области. Джанибековские чтения проходили, насколько я знаю. Расскажите нам, пожалуйста, подробности, что происходило, какие результаты были достигнуты. Я думаю, это будет очень нам интересно. Саламу алейкум. Еще раз здравствуйте, Бек-Булат. Действительно, этот год у нас юбилейный. В этом году исполнилось 30 лет официальному началу этнокультурного общественного движения по возрождению нагайской идентичности и культуры на территории Астраханской области. Инициатива исходила от интеллектуальной части общества – учителей, врачей, деятелей культуры. В 1991 году был запущен культурно-просветительский проект «Джанибековские чтения». На следующий год, 2021, будет тоже отмечаться 30-летний юбилей этого проекта. Ну, что хочется сказать, подводя такие итоги довольно такого немалого, скажем, промежутка, который прошла, в частности, наша общественность за эти 30 лет. Задача, первая, задача создателей и организаторов данного общественного движения и проекта «Джанибековские чтения» как инструмента расчистки и восстановления исторической правды о народе Нагая стояли следующие. Первое – это восстановление истории, языка, традиционной культуры нагайцев Нижнего Поволжья, установление культурных, экономических связей между регионами Российской Федерации и зарубежья, где традиционно проживают нагайцы, конструктивное сотрудничество с народами Астраханской области и Российской Федерации для работы на благо региона и страны в целом и налаживание культурных, научных обменов в научной среде как самой Российской Федерации, так и за ее пределами. Анализируя итоги 30-летней работы подвижников возрождения самосознания нагайского народа в целом и нагайцев Астраханской области в частности, можно прийти к следующим выводам с точки зрения взгляда их из прошлого в настоящее. 1. Удалось развеять мифотворчество, в частности, турецких, татарстанских и казахстанских этнопропагандистов в том, что история нагайской орды, как проекта, может послужить основой для исторических и современных платформ турецких, татарских, казахстанских глобальных проектов, но без самих современных нагаев. По цветам исторической правды исчезла сама основа для территориальных, политических и исторических претензий не только на правоприемность наследников нагайской орды, но, как оказалось, и золотой орды. Б. Стали отчетливо понятны многолетние потуги псевдоисториков вписать нагаев в нагайле, на нагайлинцев и во всевозможных татар. В век интернета доступ к альтернативным источникам истории привел к повышенному интересу всех слоев общества бывшего СССР к своей национальной истории. Те, кого не хотели и не могли слышать, были, наконец, услышаны. Следующее. В. Растворяя народ нагай чуждых национальных проектов, авторы, в частности, крымско-турецкого, татарского, казахстанского, псевдоглобальных проектов получили диаметрально противоположный результат. Исторический обман и явное мифотворчество обнажило бедность и меркантильность их поток. Это стало настолько очевидно, что нагаи начали получать интеллектуальную поддержку от братских народов Российской Федерации, Казахстана, Кыргызстана, Турецкой Республики. Огромное им за это спасибо и уважение, за понимание и поддержку в таком важном для нагаев вопросе. Г.С. Следующая штука. Произошло главное. Нагаи осознали себя как народ, способный адекватно отстаивать свое историческое наследие. Следующее. В процессе бурных баталий на исторических фронтах по отстаиванию своей правды в народе нагаев появилась новая элита, понявшая ценность того исторического многовекового богатства, которое досталось им из прошлого, просто по факту их национального рождения. Осознав свою силу, нагайская элита уже не желала быть пешками в чужих геостратегических проектах. Вовлечение нагаев как этнос переходной идентичности в чужие геостратегические проекты заставило нагайскую элиту по-новому взглянуть на свое историческое прошлое, настоящее и будущее в мире, где каждый народ как общность выживает за счет своего миропонимания истории и конструирования на основе этой истории своего будущего. Резюмируя общие выводы из анализа 30-летия Джанибековской чтений, можно с уверенностью сказать, что период распада нагайской орды как проекта глобального уровня значимости закончен. Наступило время осознания своей нагайской идентичности не как этноса без родины и флага, а как народа с богатой самобытной историей, имеющей право не только на свое историческое наследие, но и на его концептуальное будущее. Размышляя об итогах конференции, посвященной 30-летнему юбилею Джанибековских чтений, возникло чувство недосказанности или недоговоренности. Может, формат для такой даты был слишком узок, и поэтому вопросы были освещены не так ярко и глубоко, как это бы хотелось. Тема явно не рядовая. Поэтому и дублируем эти выводы для широкой общественной аудитории. Можно считать, что за 30-летний период основные поставленные цели более чем достигнуты. Основные задачи решены. Культурные мероприятия проводятся, им только нужно повышать и наращивать уровень. Внутренняя и внешняя просветительская работа уже ушла в народ и живет своей жизнью. Напряжение немного спало. И теперь у нагайских элит возникает закономерный вопрос. Что делать и как быть дальше? Появилась необходимость провести мозговой такой интеллектуальный штурм для людей, неравнодушных, посвятивших свою жизнь возрождению самосознания нагайского народа как единственного исторического наследника государства Ногайской Орды. Прежде чем формулировать варианты ответов, лежащие не только на поверхности, но и в глубине, постараемся взглянуть на данные вопросы взглядом сверху, чтобы можно было охватить проблематику по всей ее целостности, полноте и адекватности. Возвращаясь к истории создания Ногайской Орды как глобального евразийского проекта, постараемся вспомнить, в каких исторических условиях она возникала и какие цели преследовали основатели этого проекта, начав исторический отчет нагайской идентичности. Пандемия чумы 1340-1350-х годов нанесла урон континентальной торговли по всему Шелковому пути. Как следствие, начался процесс ослабления центральной власти в Сарае, столице Золотой Орды, и рост сепаратистских настроений на востоке государства и на северо-западе. Этот период мы знаем из истории как время великой заметки. После поражения последнего общеордынского хана Улуса-Джучи Тахтамыша и его войск в битвах при Кондурче и Натерике от армии Тамерлана произошло разграбление Нижневолвского ханского домена и основных крупных городов правого крыла Улуса. После этого возник вакуум власти на подконтрольных когда-то Улусу-Джучи территориях. Авторитет потомков Чингисхана был подорван и десакрализирован. Впоследствии Чингизиды последствия Чингизидам отводилась незавидная роль в качестве марионеточного правителя. Последствия этих событий привели к тому, что торговля по шелковому пути из Китая в Крым и далее в Европу остановилась. Да, они налоги от контрольных территорий перестали поступать. Камерлан, захватив богатую добычу, обеспечил себе стратегический тыл и экономическую базу для походов на Индию и Китай и ушел в Самарканд, предоставив местным элитам решать свою судьбу и судьбу всего пан-региона самостоятельно. Для всех, начиная от гонзейских купеческих торговых союзов, кочевой управленческой элиты, простых скотоводов и до русских князей жизненно был необходим новый порядок, новая идея собирания пан-региона в новом качестве и с новой властной элитой. В этих условиях и появился Улуби Эдиге как новый территориальный актор, правитель Мангитского дома с проектом Ногайской Орда, как наследника и правоприемника Улуса Джучи, впоследствии названный уже после его исчезновения Золотой Ордой. Скорее всего, это название является как бы данью золотому веку тюркоязычных кочевников под предводительством потомков Чингисхана. Сам же термин Ногай еще до эпохи хана Ногая имел высокий статус. Он подразумевал по смыслу бесстрашного и верного степного рыцаря, высоко ценящего свою честь и преданность своему созерену. Так, на фундаментальном союзе степных рыцарей и сакральных этнических постулатах, таких как общественные выше частного, духовные выше материального, служение превыше обладания, власть преобладает над собственностью, а справедливость выше закона и возникла Ногайская Орда как проект новой империи евразийского пространства. Ногайскую Орду, как сложную государственную суперсистему, стали строить по привычным лекалам государства кочевого типа. И это всех устраивало. Стада паслись караваны пошли своими привычными маршрутами, набеги давали добычу, русские князья собирали и привычно привозили дань в Орду и Исак, зарабатывая при этом свой законный процент. Непобедимый Тамерлан к этому моменту умер, а его потомки уже не могли грозить войной и разрушением Орды. Тем временем, но тем временем технологический прогресс не стоял на месте. Стали возникать большие морские торговые корабли, а сухопутная торговля стала менее выгодной. Доходы от торговли скудели, стали появляться все новые виды вооружения, рождались новые тактики ведения войны. Оседлые страны уже не хотели мириться с хаосом кочевых набегов и оттоком податного населения с подконтрольных территорий. Более мотивированные кочевые народы, вытесняемые из привычных ареалов обитания, стали ослаблять и теснить Ногайскую Орду с ее привычного и насиженного пьедестала наследника Улуса-Джучьей. И тут перед акторами проекта Ногайская Орда встал вопрос, что делать и как быть дальше. Нужно было меняться, но меняться было мучительно трудно. Простые решения проблем всегда лежат на поверхности. Сейчас элит со своими подданными решила принять такие простые решения и встроилась в проект Османской империи и в ее составную часть Крымского Крымского ханства. Часть встроилась в региональные проекты Сибирского, Бухарского, Каканского, Казахского ханства. Часть добровольно вошла в состав Московского княжества. Кто-то нашел себя в составе различных казачьих формирований, выполняя привычную для своего образа жизни роль защищать, управлять и воевать. Простые решения, лежащие на поверхности в глобальных проектах, неминуемо ведут к фрагментации территории, деградации качества управления и депопулизации самих носителей проекта. Такова горькая правда. Ногайская Орда, как актор большого евразийского проекта, перестала существовать. Осталась только память о великих предках и историческое наследие, неотделимое от носителей нагайской идентичности. Остатки носителей самой нагайской идентичности упрямо не желали и не желают становиться мифическими новойле, нагайлинцами и всевозможными татарами, мешая своей исторической правдой строить стройные геостратегические конструкции различным проектантам. нагаям отказали в их природной идентичности, вешали ярлыки этномиссионеров, маргиналов и прочих нехороших реакционеров, стараясь побыстрее их смести с карты истории, чтобы потом ссылаться на них, как на своих молчаливых пращу. Такова плата за исторический выбор простых решений, лежащих на поверхности. Существовали ли у предков современных нагаев другие ответы на такие простые и одновременно сложные вопросы, что делать и как быть. Наверное, они были, но прошлого не вернуть и не исправить. Можно только делать выводы и извлекать урок. Выбор был сделан, а следствие этого выбора мы с вами видим. И вот снова на стыке вот этих, на начале нового тысячелетия третьего, нагайские элиты стоят перед историческим выбором в вопросе, что делать и как быть дальше. Можно, конечно, углублять и расширять достигнутые результаты и не искать сложных ответов. Внешних игроков, делающих ставки на древность и богатство исторического нагайского наследия, это, конечно, бы устроило, но правда уже вырвало снаружи и живет по своим законам. Так что в ближайшей перспективе поднимать свои лже-знамена могут только совсем уж дремучие пропагандисты. Вступать с ними в полемику, только работать на их рейтинге. Предлагаем начать тот самый, мы предлагаем начать тот самый мозговой и интеллектуальный шторм в широком смысле его понимания, о котором писалось вначале и по простым, по написанию, но сложным по сути вопросам. Ну гай, ну гай, ну гай, что делать? И как быть в следующие 30 лет? listening to Amor. Продолжение следует...